Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео, как вы поняли по названию, полностью посвящено тому, как я сыграла свою первую оперу. Это произошло в Бельгии в рамках проекта Youth Orchestra Flanders. Это молодежный оркестр, прослушивание в который я сыграла уже год назад. Если вы не знаете, что такое молодежный оркестр, я снимала об этом видео подробно, зачем играть туда, прослушивание, что это дает, что это за оркестры такие. Из-за пандемии я не могла долгое время сыграть никакого проекта с этим оркестром, потому что все постоянно отменялось. Причем один из проектов был отменен буквально за неделю до начала репетиции, но здесь нам повезло, все состоялось. При этом проект был настолько масштабный, потому что это не просто оркестровый какой-то концерт, это все-таки опера. А опера, чтобы вы понимали, это огромное количество людей, которые заняты в постановке, начиная с актеров, которые были профессиональными актерами, певцами, вокалистами. Из опера-балет Фландрен. Поскольку этим летом у меня был замечательный опыт с Национальным молодежным оркестром Нидерландов, мне было с чем сравнить, естественно, с самого начала по организации, по какой-то репетиционной атмосфере я могла сравнить. В целом мне оба оркестра очень понравились, я не могу выбрать любимчика, тем более здесь у нас были немножко другие условия. В NGO мы все-таки приезжали и жили все дни вместе, то есть у нас было жилье, и все было организовано очень четко, из расчета на то, что все живут вместе и передвигаются синхронно. Здесь же, поскольку все живут в разных городах, все учатся в разных городах, и они не смогли, говорят из-за коронавируса, обеспечить нам всем жилье, чтобы оркестр именно проживал вместе, мы должны были ездить. Естественно, все расходы на передвижение, на поезда, на тесты, про тесты еще попозже расскажу, нам оплатили. Я в Петербурге играла оперные кусочки, скажем так, на сцене с певцами, которые стоят перед оркестром, но это совершенно не то, как сидеть и играть оперу с настоящим дирижером в оркестровой яме, в настоящем оперном театре, мы играли в потрясающем театре, это генская опера, и быть там каждый день, просто видеть это все, это восхитительно. Те, кто подписаны на меня в инстаграме, знают, я очень много делилась историями, так что подписывайтесь, во-первых, а во-вторых, заходите в Highlights, там у меня есть целая вкладка именно про Йов, про Йов Оркестра Фландерс. Как я сказала, я сравнивала, конечно же, два оркестра, нидерландский и фламандский, и здесь меня просто поразило, и я также делилась со своими подписчиками тем, что нам прислали ноты, не просто ноты, а ноты со штрихами и аппликатурой за 10 дней до начала репетиции. Это очень удобно, потому что это настолько оптимизирует процесс. Те, кто играет в оркестре, знают, что практически до дня концерта штрихи меняются постоянно. Аппликатура обычно для каждого своя, это строго индивидуальные вещи, но штрихи меняются, они координируются как-то с другими группами струнными. Может дирижер сказать вдруг, нет, играйте все вниз, там, вверх. В общем, это постоянная история с этими штрихами, именно поэтому я никогда не записываю штрихи на первых каких-то репетициях. Я либо запоминаю, либо потом, чтобы быть точно уверенной на концерте, я перед концертом записываю и слежу по нотам, соответственно. Относительно коронавирусных мер у нас все было очень строго. В оркестре можно было принимать участие даже не будучи вакцинированным, потому что здесь, несмотря на то, что идет очень активная кампания за вакцинацию, никто до сих пор никого не принуждает вакцинироваться. Если не вакцинируетесь, это ваше личное дело. Но, как мне известно, люди, которые не были вакцинированы, должны были сдавать ПЦР-тест каждые 48 часов. Конечно, за счет оркестра, но, тем не менее, это было обязательно. Мы же, люди, которые вакцинированы, я вакцинировалась в октябре этого года европейской вакциной после спутника, так что я дважды защищена, мы должны были все равно сдавать тесты. Нам выдавали каждые 48 часов ауто-тест. И нам сказали так, если вы приходите на репетицию, мы вам доверяем, мы знаем, что вы отрицательны и что все будет хорошо. Но, честно признаться, до последнего момента мы боялись, что все отменится. И более того, первый концерт у нас был 3 декабря, и именно 3 декабря утром был назначен Кот-э-Ко, это комитет и концертацию, где решаются все новые меры по коронавирусу, все объявляются, вот эти вот именно ограничения. Здесь должны были отменить концерты в целом, любые мероприятия внутри. И мы все просто, знаете, переписывались друг с другом, обновляли эти ленты новостей и ждали, что же будет, что же будет. Это было утро концерта, то есть если бы они объявили в этот день, что все, все бы наши дни, репетиции, все усилия, все бы пошло крахом. Но, к счастью, они отменили, во-первых, не с текущего дня, то есть не с пятницы, а с понедельника. То есть у нас должны были быть концерты с пятницы, с воскресенья, в томник. И они отменили, не отменили, а внесли ограничения с понедельника. И ограничения были таковы, что не более 200 людей в зале. 200 людей для оперного театра это очень-очень мало, но тем не менее концерты не отменились. И на первых двух концертов был полный зал, был полный аншлаг, это было очень приятно. Мне безумно понравилось, хотя ощущения от нахождения в оперной этой оркестровой яме не такие же, как будучи на сцене и видя все-все-все глаза, все рукоплескания. Когда ты в оркестровой яме, все-таки все внимание направлено на певцов, на актеров, потому что люди все-таки приходят не оркестр послушать, по большей части, а посмотреть постановку. Кстати говоря, именно из-за этого многие музыканты не любят играть в оперу, играть в оперной яме, потому что они скрыты от глаз, они как бы находятся в служении актерам, то есть они аккомпанемент. Я с этим не согласна, мне понравилось играть в оперу. Наверное, это не то, что я хотела бы моно делать только всю свою жизнь, но все-таки музыкальный театр это такой синтез искусств, и здесь не стоит делать какую-то иерархию. Я считаю, что и оркестр очень важен, и певцы очень важны, и на самом деле играть в оперу это намного сложнее, чем играть просто концерт, просто симфоническую любую музыку, потому что здесь ты должен каждую секунду находиться во внимании, потому что ты никогда не знаешь, какое замедление будет происходить, в каком такте. Нужно все время держать визуальный контакт с дирижером. Здесь, кстати, это еще и сложнее, потому что дирижер, он как бы над тобой, потому что в оркестровой яме мы находились достаточно низко, и дирижер, он же должен был быть виден и со сцены, и для музыкантов, поэтому он находится где-то посередине. И наш дирижер, ее зовут Ючин Лин, это женщина, она такая маленькая, по росту, по комплекции своей, и я все время поражалась, как на ней держится вообще все. То есть и актеры от нее зависят, следят за ней, и музыканты, и вот она все это себе аккумулирует. Я в этот момент почувствовала, насколько профессия дирижера и вообще его мощь, скажем так, должна быть сильна для того, чтобы руководить таким большим количеством людей. И пропускать через себя всю эту музыку, и направлять каждого, всех, успевать показывать все вступления. Она вообще капельмейстер берлинской оперы, то есть у нее огромный опыт, и это чувствовалось, она знала, где, как, что, какие места нужно с нами проработать. Единственное, что на первой неделе мы репетировали только с ней, без певцов, и когда мы пришли на первую репетицию в оперу уже с профессиональными певцами, у нас был такой один момент, очень неловкий, потому что мы начали играть, и надо понимать, что мы все-таки молодежный оркестр, у нас нет столько опыта, и кроме того, между одной репетиционной неделей и другой у нас были выходные, и ребята кое-что забыли, может быть, просто были невнимательны или что, и в какой-то момент, по-моему, в меди была какая-то ошибка, и нам пришлось остановиться, и главная вокалистка, главная солистка... Да, кстати, я забыла сказать, мы играли оперу Равеля, которая называется «Испанский час», она длится час, то есть это короткая опера, и там все построено вокруг главной героини, которую одолевают разные мужчины, и они там прячутся в часовом магазине, в общем, почитайте Либретто, если вам интересно, и еще мы играли знаменитая Болеро Равеля. В общем, когда мы остановились, главная героиня, вокалистка, психанула и ушла. Я не буду петь на этой репетиции, потому что я не хочу свой голос пустую растрачивать. На этот случай предусмотрена замена, то есть просто быстро нашли какую-то другую вокалистку, которая заменяла ее, потому что нам-то вообще-то было очень важно, слышать ее голос. Вообще музыканты отмечали, что нет, много чего поиграть, потому что в симфонической музыке ты сидишь, особенно если ты струнник, ты сидишь и играешь, и практически не останавливаешься, дай бог, у тебя там было 10 тактов паузы где-нибудь, чтобы передохнуть. Здесь же наоборот, ты очень много ждешь, очень много считаешь, потом ты быстро играешь, или какие-то пиццикаты, или что-то, а потом опять нужно считать. Это даже более утомительно, чем все время играть, как по мне, но вот это специфика оперного жанра. Еще одно важное впечатление и опыт от оркестровой ямы, это то, что я начала пользоваться берушами. Я всегда игнорировала наличие беруш, я никогда не носила беруши в оркестре, и, положа руку на сердце, даже всегда немножко подсмеивалась над людьми, которые играют музыку с заткнутыми ушами, но вы понимаете, это немножко абсурдно. Но, когда я оказалась в оркестровой яме, поиграла один час до перерыва без беруш, я почувствовала такое сильное давление в ушах, мне действительно было больно, особенно в левом ухе. Я чувствовала усталость, боль, и я поняла, что мне все непременно необходимы беруши. К счастью, у меня были. Когда-то я покупала их, но ни разу не использовала, как я уже сказала. Это специальные беруши с фильтром. Выглядят они вот так, то есть там такой маленький фильтр, который должен снижать количество дБ. Естественно, ощущения очень странные. Это как если бы ты играл с сурдиной, но сурдина как бы надета на окружающий мир. И это сложно и странно, но, как я поняла, здесь иначе не выжить, потому что уши наши драгоценные. И в таком сжатом маленьком пространстве очень легко перегрузить свой слух и, может быть, даже испортить и потерять его. Кстати, из-за того, что мы сразу репетировали под оркестровую яму, в первом концертном зале, в котором мы оказались, это был, кстати, дом Антверпенского симфонического оркестра. То есть этот оркестр репетируют там, и в этот раз там были мы, что тоже было очень приятно. Рассадка была очень необычная, потому что духовые деревянные инструменты обычно находятся напротив дирижера. Справа находится медь, и слева контрабасы. Здесь все было по-другому. Деревянные духовые инструменты были за первыми скрипками слева. Контрабасы были как бы у стены напротив дирижера, медь, как обычно, справа. И альты сидели на месте виолончели. То есть были первые скрипки, вторые скрипки, виолончели и альты. То есть альты находились ближе всего к публике. И это рассадка, как в венских оркестрах, мне сказали, в оркестровой яме так садятся. Кстати, в России, по-моему, все равно деревянные духовые сидят всегда напротив дирижера. Насколько я помню, в Мариинском театре именно так. Встречали ли вы, кстати, когда-нибудь другую рассадку, вот такую вот венскую? Напишите в комментариях. Говоря о подготовке к игре в опере, поскольку мы все-таки молодежный оркестр, и подразумевается, что у нас нет такого оперного, оркестрового опыта, к нам был прикреплен коуч. Коуч был концертмейстером оперы-балет Фландрен, то есть вот как раз вот оркестра, который играет в оперном театре, балет, оперу, то есть максимально продвинутый, максимально маститый скрипач. Он с нами проводил сначала групповые, еще без всего оркестра, а потом было так, что у нас утром была тутти-репетиция, когда мы играли все вместе. Он приходил на нее, записывал там у себя в айпэде все наши грехи, и потом после обеда мы уже снова с ним встречались и прорабатывали то, что не получилось. И я считаю, что тоже опять организация просто 5 баллов, молодцы, это очень продуктивно, очень конструктивно, то есть мы действительно были подготовлены, ну, очень хорошо. Раз уж я сказала про обед, естественно, нас там кормили, и кормили 3 раза в день, если мы были весь день. Как всегда, традиционно в Европе кофе всегда, закуски какие-то, булочки. Что еще было классно организовано, это то, что в те дни, когда у нас репетиции были с 2 до 9.30 вечера, всегда был заказан автобус для людей из Брюсселя или из Антверпена, потому что репетировали, оперный театр находился в Генте, и если мы поздно заканчивали, нас развозили на автобусах, что тоже было очень приятно, такая забота, что не нужно было волноваться, что ты не успеешь на последний поезд. И, естественно, у нас сформировалась такая брюссельская тусовка, потому что всегда эти 12 человек, которые жили в Брюсселе, мы все время ехали все вместе в автобусе, обсуждали репетиции, и я уже сказала, что не хватало вот этой вот атмосферы праздника и тусовки, которые были в NGO, потому что мы жили вместе, но, по крайней мере, в этом автобусе можно было как-то пообщаться неформально, потому что, естественно, общение в перерывах и общение такое, когда уже все закончилось, можно расслабиться, это не одно и то же, и здесь этого немножко не хватало, чувствовала, что все из разных городов, что все как-то заняты, потому что там ты в NGO, в Нидерландах, на таком проекте длинном, ты полностью отдаешь себя проекту, то есть у тебя нет возможности даже там какими-то своими делами позаниматься, у тебя нет сил даже, но там это не так уж и важно, потому что, понятное дело, ты уже выделил 10 дней своей жизни для этого проекта, а здесь люди пытались балансировать все-таки, потому что, ну, кто-то работает, у кого-то специальность, у меня были уроки по специальности, например, репетиции, я уж не говорю там о каких-то инструментальных делах, чтобы позаниматься самостоятельно, это было очень сложно делать, из-за того, что ты в опере даже не играешь, а ты все время находишься в ожидании, у тебя появляется какое-то напряжение в руках, потому что, ну, ты не движешься так свободно, ты не играешь все время, ты ждешь, вот, а это ожидание, оно тебя сковывает, и я чувствовала все время эту усталость в руках, тем не менее, я старалась находить время позаниматься, мой вам совет, если вы играете в оркестре, и даже если совсем очень нет, заниматься, я имею в виду, именно совершенствовать там какую-то пьесу, этюды, концерт, хотя бы играйте технику, технику играть всегда очень полезно, потому что даже в оркестре, если вы играете не чисто, фальшиво, это, ну, это не очень хорошо, ваши коллеги это слышат, и в целом вы себя чувствуете еще более неуверенно, еще более зажато, поэтому, по крайней мере, играть свои двойные ноты, гаммы, я всегда старалась успевать, и это помогало, и все получалось так же, намного лучше, какие-то пассажи, которые все-таки, естественно, присутствовали, потому что я была в первых скрипках, еще одна забавная схожесть с оркестром NGO, опять-таки, в оркестре было две языковые группы, соответственно, фламандцы, но вы должны понимать, фламандцы, это те же нидерландцы, они говорят примерно на таком же языке, немножко другое произношение, но ощущения у меня были ровно такие же, как в NGO, вот, потому что вторая языковая группа, это были кто? то, конечно, испанцы, и после концерта они делали общее фото, и мы просто удивились, я думаю, что в целом фламандцев и испанцев на проекте было half and half, опять я все время была немножко между двух огней, вот, и приходилось все время просить говорить по-английски, опять столкнулась с двумя этими полюсами, и с двумя языками, именно с теми двумя языками, которые я не знаю, вы ведь в курсе, что я говорю на пяти языках, и даже, несмотря на то, что мы все вакцинированы, делали тесты, антиген, ПЦР, все равно 99% времени мы должны были находиться в масках, и это правило соблюдалось очень строго, неукоснительно, люди из России, которые меня смотрят, знают, что даже если где-то говорится, что все должны быть в масках, люди надевают маски вот так, например, или на подбородок, и это как бы окей, и люди закрывают на это глаза, и в целом какие-то регулирующие органы здесь, нет, если ты снял маску свою с носа, к тебе подойдут, скажут, на тебя шикнут, люди будут смотреть на тебя как на дурака, мы все здесь стараемся сберечь этот проект, мы хотим сыграть этот концерт, и поэтому мы все должны максимально соблюдать меры безопасности, единственный момент, когда мы могли снять маски, это было, соответственно, за приемом пищи, но даже во время приема в пищи это было, организатор тебе подходит, говорит, уже закончил есть, просто сидишь болтаешь, да, наденька масочку, как вам такое? На эту тему я могу сказать только одно, я очень много общалась с русскими людьми, я вижу, что происходит в интернетах с антиваксерами, с антимасочниками, антипривичниками, я от всего этого невероятно устала, и вы знаете, мне просто очень спокойно и как-то на сердце хорошо, когда я вижу, что люди правила соблюдают, и эти правила работают, и никто не возмущается, есть просто какой-то общественный договор, что мы друг друга бережем, поэтому мы все носим маски в правильном ключе, надев на лицо, и мы надеемся на лучшее, по крайней мере, мы сделали 100% того, что можно было сделать, и за это я бесконечно уважаю организаторов оркестра, что они действительно придерживались всех правил, что в конечном итоге это сработало, и мы получили этот потрясающий опыт в этом оркестре, и я, конечно же, очень благодарна и очень рада, что там оказалась, и у нас будет еще один проект в марте, мы все надеемся, что он произойдет, вот, у нас тоже будут концерты в Брюгге, и в Брюсселе, в Флаже, это тоже очень важный концертный зал, вот, я вставлю вам небольшие кусочки, которые я с ним, а, я забыла вам рассказать, у этого проекта есть инстаграм, и у них была такая идея, они это делают и со взрослыми оркестрами тоже, дать трем участникам оркестра порулить инстаграмом один день, то есть, они давали именно доступ к аккаунту, и можно было выкладывать все, что угодно, ну, в смысле, что-то с репетиции, что-то с подготовки, с репетиции, разыгрывания, не знаю, просто какие-то зарисовки, и угадайте, кто, кто получил доступ к этому инстаграму, да, это, конечно, была я, кроме того, это был еще концертмейстер оркестра и ударник, но я получила доступ именно в день концерта, а в день концерта это самое ответственное, потому что мне сказали сними бэкстейдж, сними то, сними это, я оставлю ссылку на их инстаграм, я для них сделала два симпатичных рилса, мне сказали об этом еще в самом начале проекта, поэтому я знала, что мне нужно будет что-то такое сделать, и я, естественно, хотела выпендриться, потому что, ну, остальные, что они выкладывали, не выкладывали фотографии там концертного зала, концертмейстер запостил, как он там разыгрывается на полеро, а я подумала, я сделаю что-нибудь творческое, в конце концов, не зря же я видео снимаю, и я это все очень люблю делать, заходите в их инстаграм, поставьте лайки там на мои рилсы, там еще моя фотография висит, вот, это тоже было очень приятно, такое доверие, и как будто бы тоже я теперь часть этого пейзажа, этого профиля, иногда приятно чувствовать себя частью чего-то большого, когда это что-то большое, то, что тебе невероятно нравится, все, подписывайтесь на мой инстаграм, там есть еще больше каких-то моментов, которые со мной произошли за эти две недели, и надеюсь, вам было интересно послушать и посмотреть это видео, обнимаю вас, скоро увидимся, пока!